Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Левышева. Поговорили, как Трамп и Путин встретились в Хельсинки, кто кого ждал и к чему пришли. Один раз не считается. В Ужгороде директор медколледжа, которого судят за взятку, снова назначен на должность, утвердит ли Минздрав. Дальше в лес больше зелени. Британцы вскрыли шокирующие масштабы незаконного экспорта древесины из Украины в ЕС. Кто в схеме? На грани большой войны в ответ на удары Хамаса Израиль бомбит газу, стягивает танки и призывает резервистов. Будет ли столкновение? И они все-таки встретились. Несмотря на шквал критики в самой Америке и за ее пределами, Дональд Трамп несколько часов назад провел встречу с Путиным. В Хельсинки президенты беседовали более двух часов тет-а-тет. Затем прошли переговоры делегаций. Что обсуждали и как отреагировали в Штатах, мы узнаем у Дмитрия Анопченко. Он с нами на прямой связи из Вашингтона. Дима, добрый вечер. Есть ли уже первые заявления и оценки? Наташ, ну на самом деле первые заявления появились еще до того, как эта встреча состоялась. Сегодня о происходящем в Финляндии в Америке только и говорят. И вот простой пример. Сегодня утром Трамп по привычке у себя в Твиттере написал, мол, никогда еще отношения России и Америки не были настолько плохими из-за многолетней глупости и тупости американской администрации. Ну, разумеется, имел в виду предыдущую администрацию, подковырнул так несколько своего предшественника Барака Обаму. Но мгновенно получил ответы и вовсе не от Обамы, а от конгрессменов. Причем не от демократов, которые по поводу, без повода привыкли Трампа критиковать, а от коллег по партии, от республиканцев. Один из них сказал вполне серьезно, что, ну, что значит, отношения хуже некуда. Есть куда. Соединенные Штаты Трамп должны официально объявить Россию врагом Америки. Ну, вот еще один пример приведу. Он связан с опозданием лайнера российского президента. Я действительно выяснял эту ситуацию, выяснял из первых рук. Говорил с журналистами из так называемого пула Белого дома, которые сопровождают сейчас Дональда Трампа и находятся в Хельсинки. Они мне подтвердили, что самолет Путина приземлился в финской столице за 10 минут до того, как встреча должна была состояться. И, разумеется, все сдвинулось, разумеется, все произошло с опозданием. Дональду Трампу пришлось ждать в гостинице Хилтон, где находилась резиденция американской делегации. Ждать он не привык, но, тем не менее, ждал достаточно долго. И вот американская делегация своей прессе, ни официально, ни под запись, сказала, что считают, что это Россия пробует играть мускулами. Знаете, как в Одессе говорят, мол, не очень-то и хотелось. Вот действительно продемонстрировать, что не очень-то и хотелось, что не очень-то они заинтересованы в результате, что Америка должна проявлять большую гибкость. Я все эти примеры привожу, а на самом деле их намного больше, для того, чтобы подчеркнуть, как остро реагируют на малейшие детали происходящего в Америке. Ну вот, в частности, приведу цитату, CNN в прямом эфире комментировала вот это опоздание. И журналистка сказала, я потрясена тем, что президент страны, который находится под санкциями, заставляет лидера свободного мира ждать. То есть опасений, критики очень много. И в первую очередь опасений, что Трамп пойдет на уступки России. Были ли они, можно судить по первым заявлениям, которые были сделаны. Не так давно, меньше часа назад, два президента общались с прессой. И вот, что говорил Дональд Трамп по поводу своего желания наладить с Москвой отношения. У нас был хороший откровенный диалог. Он хорош не только для Америки или России, но и для всего мира. Проблемы между нами известны всем, и мы их сегодня обсуждали. Наши отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас. Но это изменится после нашей четырехчасовой встречи. Ничто не будет простым, но это лучше, чем отвергать возможность встречи. Лучше брать на себя политические риски для достижения мира и стабильности. Ну и скажу о конкретных договоренностях. Сейчас было много деталей, связанных и с возможным вмешательством России в американские президентские выборы. И о Сирии говорили. Я приведу лишь несколько моментов, которые касаются Украины. Во-первых, по словам Путина, Трамп очень жестко ставил вопрос о противодействии строительству второго северного потока. Трамп очень жестко высказал позицию Америки. И в ответ Россия предложила компромиссный вариант. Вариант этот заключается в том, что, во-первых, будет дана гарантия сохранения транзита газа через территорию Украины. Во-вторых, будет дана гарантия тому, что нефтегаз и Газпром подпишут новый контракт на транзит. Действующий контракт заканчивается в следующем году. Есть и встречные требования от России. Состоит оно в том, что нефтегаз и Газпром должны урегулировать миром свой спор, который есть сейчас в Тольгольском арбитраже. Не знаю, насколько этот вариант Украине подойдет. Думаю, что в самые ближайшие часы мы услышим заявление первых лиц по поводу того, насколько Украине этот вариант годится. Разумеется, говорили о Крыме. Разумеется, Дональд Трамп еще раз подчеркнул позицию Америки, что Соединенные Штаты не признают аннексию Крыма. Однако, тем не менее, звучали и другие слова. Трамп говорил о том, что эта встреча является переломным моментом в отношениях между двумя странами. Что важно, об этом будут и сегодня, и завтра явно говорить. В своем выступлении, на своей пресс-конференции, была она достаточно длинной, Дональд Трамп ни разу не упомянул Украину. И вот я буквально несколько часов назад общался с высокопоставленным американским дипломатом для того, чтобы выяснить, ну а можно ли из этого делать какие-то выводы. И мне объяснили такой момент, что на самом деле это просто стратегия Дональда Трампа. Стратегия, которой он придерживается еще, будучи бизнесменом, стратегия переговорная. Заключается она в том, что если есть какие-то проблемные моменты или болевые точки, то он их не озвучивает сразу, а делает это на закрытой части переговоров, на эти болевые точки. Будьте уверены, он надавит. Вот то же самое касается и Украины, потому что, по словам источников в американской делегации, об Украине говорили и очень детально. Наташа. Спасибо тебе, Дима, за эти подробности. Дмитрий Анопченко о встрече Дональда Трампа с российским президентом в Хельсинки. За переговорами в Хельсинки пристально среди европейские лидеры. В Брюсселе находится сейчас моя коллега Ирина Иванова. Она с нами на прямой связи. Ира, добрый вечер. Расскажи, как реагирует на встречу Трампа Путина в Европе. Добрый вечер, Наталья. Прежде всего хочу отметить, что встреча в Хельсинки проходила во время саммита глав МИД Евросоюза в Брюсселе. И также взита нескольких европейских лидеров в Китай для обсуждения торговой войны, развязанной Дональдом Трампом. Этот конфликт изрядно подпортил отношения Вашингтона как с Брюсселем, так и с Пекином. Накануне встречи в Хельсинки и Дональд Туск и Федерико Магарини примирительно заявили, что Европейский Союз остается другом Соединенных Штатов. Хотя сам глава Белого дома перед визитом в Хельсинки назвал Россию, Китай и Евросоюз недоброжелателями. Не обошлось без запоминания встречи Трампа и Путина на саммите министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. Дебаты по поводу их переговоров не были включены в повестку дня, но министры все же их обсудили. По итогам заседания Федерико Магарини выразила надежду, что лидеры США и России смогут прийти к согласию по вопросу контроля вооружений. Об украинском вопросе пока ничего конкретного. Наталья? Спасибо, Ира, Ирина Иванова о реакции Брюсселя на встречу Трампа и Путина. Несколько дней назад буквально с Дональдом Трампом встретился Петр Порошенко. Переговоры состоялись в рамках саммита НАТО в Брюсселе. Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества, энергетической безопасности Украины, в частности, недопустимости запуска Северного потока-2. Но главной темой встречи были незаконно осужденные украинцы. Петр Порошенко попросил американского коллегу обсудить эту тему с российским президентом. В Украине продолжается многоциональное учение Сибриз. Сегодня с участниками маневров, а это я напомню, представитель 16 стран, встретился в Одессе президент Украины. О чем говорил Петр Порошенко и почему он не исключает вероятности новой атаки на Мариуполь, расскажет Андрей Анастасов. В Одесском порту флагман 6-го флота США, корабль Маунт-Витни. Именно с него управляют всеми операциями на нынешних учениях Сибриз. Петр Порошенко посмотрел, как это происходит. Здесь же встретился с главнокомандующим вооруженными силами США в Европе Кертисом Скопоротти. А уже на борту украинского флагмана фрегата Гетман-Сагайдачный отметил, такие учения помогают нашей стране как можно быстрее обновить боеспособность отечественных морских сил. И для нас есть выключно важливым подсумком саммита НАТО, тот факт, что в подсумковых документах четко засвечено двери НАТО для Украины открыты. По словам президента, обстановка в Черноморском регионе очень напряженная. Россия увеличивает военное присутствие в аннексированном Крыму, а кроме того, наращивает военную группировку в Азовском море. Глава государства рассказал, сейчас российские силовики незаконно останавливают и досматривают суда, направляющиеся в украинские порты при Азове. Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины на Азовском море. Не выключено делать военную операцию, атаки на Мариуполь, атаки на другие порты Азовского моря. Петр Порошенко поблагодарил западных партнеров за поддержку и подчеркнул, что Украина нацелена на реформирование своих вооруженных сил и внедрение стандартов НАТО. В этот же день глава государства вручил командованию украинских ВМС сертификат на водолазное оборудование, а на борту одного из судов ознакомился с ходом тактических учений малых бронированных артиллерийских катеров. Сибриз завершится в конце недели. Андрей Анастасов, подробности, телеканал Интер, Одесса. Боевики на Донбассе снова применяют запрещенные калибры. С утра уже пять обстрелов из минометов и противотанкового гранатомета. Били по защитникам Лебединского. В Крымском Авдеевке и Красногоровке работали пулеметы и стрелковое оружие. Все подробности расскажет Игорь Левенок. До укреплений наших армейцев на шахте Бутовка можно добраться только по одной дороге. Простеливается дорога. Желательно побыстрее этот участок проезжает. Армейцы говорят, днем перемирие еще худо-бедно соблюдается. Артиллерия наемников не работает и то хорошо. Солдаты показывают, что они здесь защищают. Клочок земли с полгектара и несколько сооружений, в которых не осталось ни одной уцелевшей стены. Шахта Путиловская. Более известная как Бутовка Донецкая. До войны здесь добывали более 20 тысяч тонн угля в год. Теперь это одно из самых опасных мест на линии фронта. Враг его обстреливает с четырех сторон. И тишина здесь, если и бывает, то длится недолго. И вообще, военные говорят, тишина, это когда работают лишь вражеские снайпера и пулеметы. Ну, бывают маленькие прострелы, а вот основным вечером начинают по позициям лупы четко. Военные рассказывают, оккупанты используют миномет калибра 60 миллиметров. Стреляет почти бесшумно. Если боец не в укрытии, спрятаться от такого обстрела не успеет. Звука не слышно, тем более он работает на два километра. Не слышно выходов, только приходы. По словам бойцов, оккупанты ведут себя нагло. Но наши военные приказ огонь не открывать, не нарушают. Бывает, мы хотим ответить, но нельзя же перемирие у нас. И вот сидим, мовчим, наблюдаем, что, может быть, в окопы полезти вечером. Что, ну, бывает такое, что сидишь, сидишь, а вот перед утро напились, и давай то между собой перестелки делать, то ругаются между собой. А еще армейцы замечают, как боевики сейчас обустраивают новые позиции. С тела, с фланга, с левого, с правого и с фронта. Ну, может быть, же есть стратегические значения какие-то, если мы тут утримаем эту шахту, у нас же все, все сами руины. Это наша края, и она должна быть только нашей. А загарбникам тут не место. Из Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности, телеканал Интер. Два месяца под стражей. Ужгородский суд не выпустил на свободу закарпатского чиновника, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил двух пешеходов. Что ждет его дальше, расскажут мои коллеги. Виктора Олефера приводят в суд в наручниках под конвоем. Он сидит в камере, за стеклом, с журналистами не общается. На все вопросы судьи отвечает тихо, не поднимая головы. У него судом была судьба. Мы чувствовали этот кафе. Судом не нараты ни разу. Мы живем, что мы покопили. В прошлую пятницу Виктор Олефер спровоцировал сразу несколько аварий. Сначала в селе Ворочево, где проходила подготовка к фестивалю, врезался в Жигули. Скурил ДТП, зачепивши девятку. Действительно, выкликали полицию местные люди. Но до приезда милиции, так мне подтверждают местные жители, что они улыбнули питание и с властником девятки. А это видео с камер наблюдения уже в перечине, буквально за несколько минут до смертельной аварии. Вот внедорожник Виктора Олефера подрезает еще одни Жигули. Машины разъезжаются. Проехав несколько метров за поворотом, автомобиль Олефера останавливается. Он разговаривает с людьми на улице. И вскоре машина снова трогается с места. Через несколько секунд внедорожник Олефера задевает бордюр, вылетает на встречную полосу и на тротуар, где в это время шли две женщины. От полученных травм обе скончались. Прокуроры требуют для Олефера содержание под стражей, пока ведется следствие. Как чиновник высокого ранга, он возглавлял Причинскую райгосадминистрацию, может влиять на следствия и свидетелей. Судья поддерживает ходатайство прокуроров. На время расследования уголовного дела Олефера оставляют на два месяца под стражей. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. В Закарпатье конкурс на должность директора Государственного медицинского колледжа выиграл бывший руководитель, которого поймали на взятке. Причем уголовное дело до сих пор не закрыто, а судебные заседания постоянно переносят. Как такое могло произойти, выясняли наши корреспонденты. Июль 2017-го. Прокуратура сообщает, на взятке в 1000 долларов задержали директора Государственного медколледжа в Хусте, Закарпатской области. Деньги тот якобы требовал у абитуриентки за поступление. Несколько месяцев Ярослав Яким был под домашним арестом, не работал. Но вскоре, оставаясь в статусе обвиняемого, восстановился в должности директора. В суде дело затягивает, возмущается общественный активист. На заседание не являются то адвокаты, то прокуроры, то сам подсудимый. А судья и вовсе взяла самоотвод. Июня этого года у Ярослава Якима закончился пятилетний контракт. Но он снова подал свою кандидатуру на должность директора Государственного медколледжа. Каким образом конкурсная комиссия допустила особу, которая обвиняется в отримании неправоверной выгоды для себя до конкурса, например, на разе нам невидимо. Почему же подозреваемого во взяточничестве снова избирают директором, пытаемся узнать в колледже. На дверях кабинета руководителя табличка с именем Ярослава Якима. Его самого на рабочем месте мы не застали. Нема. А где он? Нема. Невзирая на судебное дело, областной департамент здравоохранения допускает Якима к конкурсу на должность директора. И больше половины коллектива проголосовали за. У нас отбывались выборы директора. Мы выбирали директора. Он был у нас снова выбран. Коллектив выбран я. Кандидатуру Якима еще должны утвердить в областном департаменте здравоохранения. Мы скерували инициативный лист до департамента охраны здоровья Закарпатской и ОДАВ, которые детально пояснили всю ситуацию, которая сейчас происходит, про то, что касается данного обвиняющего, продолжает судовый расследование. Примут ли во внимание информацию прокуратуры, чиновники здравоохранения комментировать отказались. Но пообещали сообщить нам в конце июля. Утвердят или нет подозреваемого во взяточничестве на должности директора медколледжа. Ольга Теребинская, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Коррупционный лесоповал. Так, если коротко, можно резюмировать доклад британских экологов о ситуации с незаконной вырубкой леса в Украине. По словам ученых, схемы процветают и очень хорошо плодоносят. Причем рубят прибыль в катастрофических масштабах не только наши чиновники, но и европейские. С авторами доклада в Лондоне пообщалась Светлана Чернецкая. Последние два года организация AirSight занималась изучением ситуации с незаконной лесозаготовкой в Украине. Обнаружили шокирующие масштабы коррупции на госпредприятиях и причастность руководителей Государственного агентства лесных ресурсов. Массовые нарушения выявили в каждом лесозаготовительном предприятии, которое посетили представители организации. В большинстве случаев пользуясь законодательной лазейкой о вырубке деревьев для предупреждения распространения болезней. Согласно результатам расследования, оказалось, что даже после отстранения руководителей, пойманных на горячем, теневые схемы продолжают успешно работать. Ну а главный потребитель незаконной древесины из Украины, Евросоюз, из нашей страны экспортирует больше леса, чем из тропических стран Латинской Америки, Африки и Южной Азии вместе взятых. За последние 4 года экспорт вырос на 75%, а в прошлом году его сумма превысила миллиард евро. И около 40% это незаконное сырье. Что меня поразило больше всего, так это масштабы проблемы. И то, что на это не обращали внимания ни в Украине, ни в ЕС. Мы проделали огромную работу, изучили все возможные документы, в том числе таможенные и судебные. Есть неопровержимые доказательства того, что коррупция тянется к самым высоким кабинетам. А началось это еще в эпоху Януковича. Масштабы коррупции шокировали Эрсайт. Речь идет не только об аферах в Украине, но и причастности правительств европейских стран, а также международных сертификаторов древесины и даже огромных транснациональных древообрабатывающих компаний. Среди них один из крупнейших производителей деревянных панелей в мире, компания Эггер, а также польская целлюлезная фабрика, которая входит в корпорацию International Paper. Проблема также в том, что европейский закон, который должен бы регламентировать этот вопрос, очень легко обойти, привлекая посредников. Организация Эрсайт изучает проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру. И ее выводы по украинскому вопросу однозначны. Решение о прекращении преступности в лесной отрасли должно приниматься внутри страны. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Настолько ли ситуация катастрофична и кто способствует этому бизнесу? Мы подготовили небольшую подборку громких контрабандных историй. Последнего времени. Посмотрите. Эшелон за эшелоном. Ежедневно в течение нескольких лет с Ивано-Франковского вокзала отправляются десятки вагонов, переполненных высококачественной древесиной. Откуда груз и куда направляется? Местные активисты оббили пороги всех чиновничьих кабинетов. Но ответа так и не получили. Эшелон лесу и то, на их думку, кругляка, отправляются в сторону румынской границы. И мы в связи с этим обратились с официальными звернениями до дирекции залезничных перевезений, до прокуратуры. На жаль, от правоохранительных структур мы четких ответов не получили. Карпаты лысеют просто на глазах. Десятки перегруженных лесовозов и горы срубленного молодняка. Эти кадры в конце прошлого года сняли активисты в Осмолодском лесничестве. А это видео наша съемочная группа привезла в феврале из соседнего выгодского лесного хозяйства. И такая ситуация почти по всей Ивано-Франковской области. В действительности мы зафиксировали незаконные фактики. И те специалисты, которые потом мы с ними выезжали на место, безусловно оценивались. Где-то в районе 20% в действительности тех пеньков, того леса, в действительности было той нормальной деревеной, которую, в принципе, не можно резать. Рубят лес не только в Прикарпатии. В соседней Закарпатской области под топор пустили даже заповедники. Чаще всего эти преступления маскируют под видом санитарных вырубок. В каждом лесгоспе, который имеет лесный ресурс, они там в любом случае, в любом случае, топор пустили не живет на эту зарплату. Не нужно людей держать за дурнюю. Я думаю, что таких масштабов, если существуют незаконные рубки и, соответственно, вывез кругляка в таких величезных масштабах, то чисто логично припустить, чтобы про это не знало керевництво этих лесных агентств. В Украине в лесной отрасли налажена целая коррупционная схема. И зачастую покрывают незаконные вырубки даже те, кто должен их выявлять. Всего несколько недель назад на взятки в 7 тысяч долларов поймали старшего инспектора Государственной экологической инспекции в Ивано-Франковской области. Чиновник систематически требовал деньги у руководителей государственных лесхозов за сокрытие незаконной вырубки. Но грабят не только леса страны. В регионах процветает и нелегальная добыча янтаря. Ежегодно сотни тысяч тонн солнечного камня незаконно попадают на мировой рынок, нанося миллионные убытки государству. Юлия Жешко, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер. Ускорить начало работы высшего антикоррупционного суда. В Кабмине разработали план по формированию этой структуры. Задача правительства профинансировать процессы и определить, где будут размещаться антикоррупционный суд и апелляционная палата. Премьер поручил фонду госимущества, мэрии и министру регионального развития в течение месяца предоставить варианты помещений, а Минфин должен внести в проекты госбюджета расходы, необходимые для работы суда. Кебаб с сюрпризом. В Львове несколько десятков человек попали в больницу после обеда в кафе в центре города. В каком состоянии пострадавшие узнаем от Галины Якошко. Ростислав уже неделю на больничной койке. Вместе с друзьями он пообедал мясным кебабом в кафе в центре города. Говорит, блюдо не вызывало никаких подозрений и много приправ. Через несколько часов у него началась рвота и понялась температура. Оказалось острое пищевое отравление. Скорее за все это было мясо. На смак я ничего не вижу. Завычайные кебабы. С подобными симптомами во Львовской областной инфекционной больнице уже почти два десятка человек. Еще четверо лечатся дома. Все они ели в том же кафе. Попередний диагноз уже в деяких пациентах. Росте сальмонила. Скорее всего это мясо. Там была курятина. Очевидно инфекционное курящее мясо. Сегодня в кафе, где отравились люди, проводят проверку. Хозяйка заведения говорит в качестве своих блюд уверенно. Говорит, закупают только сертифицированные продукты и регулярно проводят уборку. Никаких жалоб к ним не поступало. Я не выгороджую себя, но и не делаю винным кого-то другого. Мы каждый день получаем новые продукты. Мы работаем с сертификатами. Галицкая свежина. У нас есть постоянные поставщики, которые нам привозят овощи. А вот сотрудники лабораторного центра работу кебаб-кафе образцово не считают. Они обнаружили там множество нарушений. Один туалет и для работников, и для отведающих. Там единая ванна, в которой мыются, скажем, и мясные, и овощевые стравы. И руки, будем говорить, этих самих обслуговывающих персоналу. Там немаркованный разделочный инвентарь, что очень небезопасно. Потому что на этих разделочных дошках можно и сыр, и варени, и овощи, и мясо разработать. В полиции уже открыли уголовное производство. Виновникам грозит ограничение свободы сроком до трех лет. А пострадавшие говорят, кебабу теперь даже не притронутся. Галина Ихкошки, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львов. Более миллиона человек подписали декларации с докторами в Харьковской области. Регион лидирует в национальной кампании «Врач для каждой семьи». А вот как обстоят дела с ремонтом и оснащением больниц, разбирались наши корреспонденты. Этого мужчину с инфарктом в областную больницу привезли из Балаклеи. Привезли меня в больницу Балаклейскую. Сняли целограмму, отправили в Харьково. Отсюда сказали срочно. Сюда. В сутки сюда, в палату интенсивной терапии, поступает до шести человек с тяжелыми инфарктами. Тесно и давно не было ремонта. Но ситуация меняется. Для отделения начали закупать новое оборудование. Это оборудование мы немножко раньше уже получили. Отсосы, рентгенаппарат, ультразвуковой диагностики аппарат. Ну, собственно, и станция для жизнеобеспечения пациентов. А это уже отремонтированное ревматологическое отделение. Здесь заметны нововведения. Медсестры приходят сюда, в палату, делают уколы. Хорошо. Санузел есть, умывальник, телевизор. Ну, все. Развитие медицины в Харьковской области сейчас в приоритете. Деньги есть. Это и средства областного бюджета, помогают государство и международные партнеры. У руководства области амбициозные планы. Важно, как реализовывается реформа. Она должна быть видна и понятна людям. Это ремонтные работы, хорошие условия. В 20 медицинских объектах начаты ремонты, где частично, где комплексно. И каждая из них получит медицинское оборудование. Мы особое внимание уделяем развитию сельской медицины. В Харьковской области построим самый современный онкологический центр. Нововведения, говорят врачи из районов, сперва восприняли в штыки. Сейчас декларации с медиками в регионе подписали уже больше миллиона человек. Те районные больницы, которые подписали договоры с Национальной службой здоровья и финансируются напрямую, уже ощутили изменения. В Волчанском районе, к примеру, отпала необходимость сокращать медсестер. Мы получили порядка полутора миллионов на месяц, что дает нам возможность, во-первых, полностью выплатить заработную плату. Своим медицинским работникам вложить частично деньги на приобретение оборудования, тестов. В этом году в Харьковской области уже завершили реконструкцию Дергачевской ЦРБ, отделение Красноградской районной больницы. К концу года сдадут обновленную Изюмскую, которая принимала первых раненых в 2014-м. Капремонты больниц идут еще в четырех районах области. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интерхарьков. Английский суд обязал Украину выплатить российской компании 112 миллионов долларов за рейдерский захват Кременчукского НПЗ группой «Приват». Судебный иск Татнефти изначально рассматривался в международном коммерческом арбитраже в Париже. Компания предъявила претензию на сумму около 2,5 миллиардов долларов. Позднее ставка была снижена. Апелляцию Украины рассматривали в Британии. И Королевский суд Лондона отклонил это ходатайство. Аналогичный иск в Украине предъявила также Республика Татарстан, которая имела долю в НПЗ. Размер затребованной компенсации 300 миллионов долларов. В Киеве полицейские накрыли подпольную порно-студию. Видео для взрослых снимали в течение полугода на съемной квартире. Бизнес организовали 23-летний житель Полтавы и 34-летняя жительница столицы. Сейчас они задержаны и находятся под домашним арестом. Дельцам грозит до 7 лет лишения свободы. Оперативным представителям проведено санкционированные обшуки, подчас которых было вылечено компьютерную технику, мобильные телефоны, грешевые кошты, кредитные карты, секс-игрышки и эротичная белизна. Кроме этого, установлено, что в порно-студии работало 8 девочек, эротичные видео с которыми транслировалось в режиме онлайн. Дельцам грозит до 5 долларов США. Сточные реки. По меньшей мере, два райцентра в Черкасской области, Смелы и Каменка сбрасывают отходы в Тясмин. Туда же годами попадает и местная канализация. Чем это может закончиться, разбирались наши корреспонденты. Это кадры официального открытия очистных сооружений в Каменке 23 июня этого года. Установили уникальные фильтры, систему насыщения воды кислородом и химико-биологической очистки. Но спустя почти три недели после открытия в реку Тясмин продолжают сбрасывать стоки. Ремонт очистных сооружений госбюджету обошелся почти в 13 миллионов гривен. Деньги помог выбить нардеп Сергей Рудык. Он тоже был на официальном открытии. Теперь его помощник Святослав спускается к сточной трубе, чтобы взять пробы воды. Директор Каменского водоканала на больничном, но по телефону пытается объяснить. Очистные сооружения до сих пор не работают. Как оказалось, реконструкция полностью не окончена. Потому что деньги забрали. И я за ними бегаю, как в голову, так доробить, так доробить, так доробить. А вот так всмеле сбрасывают стоки в Тясмин. Визуально вода светлее, чем в Каменке, но запах ничем не лучше. Павел ловит рыбу в нескольких сотнях метров выше по течению от места сброса. Говорит, за трубой ничего живого уже давно нет. Как в прошлом году, два года подряд, суша была, то тут практически не было. А там сплошно грязь стекла. Сплошно смердило так, что не можно было дать. Руководитель смелянских очистных сооружений оправдывается. Сооружения уже давно требуют ремонта. Биологическую очистку и насыщение кислородом местный водоканал решил и вовсе не проводить. В целях экономии. Чем отравляют воды Тясмина подсмелой, Сергей Рудик решил выяснить лично. Для этого сделал забор воды непосредственно на месте сброса. Говорит, увидеть такое он просто не ожидал. Гроши за анализ. В нашем случае это 810 гривен. А потом с результатами этого анализа уже вертаться в природоохранную прокуратуру, в ЭКИ. Завтра я в парламенте регистрирую законопроект про введение криминальной ответственности за несанкционированный скид брудоти всякой в нашей речке. Пробы очищенных стоков нардеп передал в лабораторию Черкасского водоканала. Через несколько дней будут готовы результаты анализов, которые депутат планирует передать контролирующим инстанциям. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Израиль готовится к войне с Хамас. В центре страны для прикрытия Тель-Авива развернуты дополнительные батареи ПРО. Железный купол. Идет призыв резервистов. На юге продолжается активный обмен ударами. Все детали расскажет Сергей Ауслендер. Это, пожалуй, сильнейшее обострение ситуации за последние полгода. За ночь палестинцы выпустили 90 ракет. Зафиксированы попадания в жилые дома, общественные здания, автомобили. Чудом никто не пострадал, хотя многие люди находятся в состоянии шока. Армия наносит мощные удары по инфраструктуре боевиков. Вертолеты и самолеты бомбят склады с оружием. Мастерские по производству ракет, огневые позиции и тоннели. Разрушено полтора десятка подземных ходов. Юг страны прикрыт системами противоракетной обороны. В центре для защиты Тель-Авива развернуты дополнительные батареи. Идет призыв резервистов в части ВВС, ПВО и артиллерии. Мы нанесли Хамасу серьезный удар. Наша политика ясна. Тот, кто нападает на нас, получит мощный ответ, что мы и сделали вчера. Надеюсь, послание им понятно. Если нет, они поймут его позже. Говорят, Израиль согласился на прекращение огня, что позволит продолжать огненный террор с помощью воздушных змеев и гелиевых шаров. Это неправда. На границе с Газой уже сосредоточена внушительная группировка войск с танками и артиллерией. Продолжаются воздушные налеты на группы поджигателей, которые запускают в сторону Израиля воздушные шары и змеев с коктейлями молотова. Дело идет больше эскалации, учитывая недавние меры израильской армии. Причем эти меры были сделаны публично, что необычно. То есть это установка ракет железных купол в области центральных городов Гуждана. И также некоторые другие меры, которые были озвучены пресс-службой ЦАЛИ, что, как правило, не делается. То есть это весь какой-то явный цель привести месседж к Хамасу. Но Хамас месседжам пока не внемлет, а продолжает угрожать и нападать. В сети уже разместили просьбу властей к жителям центра и севера страны. В случае крупномасштабного конфликта временно принимать у себя жителей юга. Ситуация сложилась совершенно патовая. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что война сейчас не нужна ни Израилю, ни палестинцам. Последнее, чего хотят в Иерусалиме, это свержение режима Хамас. Потому что прекрасно понимают, что тут же получат прямо у себя на границе филиал исламского государства. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Двое погибших, слезоточивый газ и водометы. Так футбольные фанаты во Франции отпраздновали победу национальной сборной на чемпионате мира. Эмоции не утихали и в Хорватии, сборная, которая встретилась в финале с французами. Все подробности в нашем материале. Каждый забитый гол подогревает эмоции французов. Это фан-зона в самом центре Парижа, на Елисейских полях. Здесь около 100 тысяч болельщиков. 4-2 побеждает сборная страны. Последний раз французы становились чемпионами мира 20 лет назад. В ход идут фаеры, петарды и дымовые шашки. Долгожданный выигрыш и болельщики впадают в эйфорию. Люди вылазят на припаркованные машины и карабкаются на крыше зданий. Впрочем, правоохранители не вмешиваются до последнего. За порядком следят 4 тысячи полицейских и жандармов. Здесь невероятная атмосфера, безумное празднование. Мы заслужили и можем хорошенько оторваться после такого невероятного матча. Впрочем, довольно быстро на улицах Парижа становится жутко. Группа молодых людей в масках безжалостно крушит витрины магазинов. Мародеры выносят вино и шампанское. Полиция разгоняет их слезоточивым газом. Но болельщики продолжают девоширить. Инциденты продолжаются до полуночи. Тогда правоохранители решают прибегнуть к кардинальным мерам. Людей призывают разойтись. Объявляют принудительную эвакуацию елисейских полей. Самых строптивых разгоняют водометами. Празднования не утихают по всей Франции. В Бордо после просмотра матча болельщики с трибун выбежали на поле, кричали и прыгали от радости. Уличные празднования переросли в стычки с полицией. Фаны закидывали представителей спецподразделений шашками. Те отвечали слезоточивым газом. Погибли двое людей. Это было настоящее безумие. Люди сигналили, разрисовывали автомобили. Дикость какая-то. Хотя все начиналось хорошо. Все были невероятно счастливы. Несмотря на поражение сборной, радостные эмоции всю ночь не утихали и в Хорватии. Ведь в финале футбольная команда играла впервые в истории чемпионата мира. А это уже победа, считают болельщики. После матча хорватские футбольные фанаты с французским флагом в руках искренне радовались победе Франции. Александра Осипова, Светлана Чернецкая. Подробности телеканал Интер. Как индонезийские фермеры отомстили крокодилам? Почему мексиканский президент урезался без зарплаты? И как одна рассеянная пассажирка парализовала работу целого аэропорта? Обо всем этом прямо сейчас. Ответная атака. Индонезийские фермеры убили около 300 крокодилов. Жители поселка Саронг, вооруженные ножами и молотами, устроили кровавую расправу на целой ферме рептилий. Так они решили отомстить за односельчанина, которого убил один из хищников на прошлой неделе. Полиция не успела остановить нападающих, но уже готова предъявить им обвинение. Новый президент Мексики вдвое урежет себе зарплату. Андрес Мануэль Лопес Обрадор заверил, после инаугурации его зарплата будет примерно 5700 долларов. Ранее политик также обещал, что никто из чиновников не будет зарабатывать больше, чем он. Инаугурация Обрадора состоится в декабре. Он будет возглавлять страну до 2024 года. Сотни людей эвакуировали из самолетов из-за забывчивой пассажирки. Инцидент произошел в аэропорту австралийского Квинсленда. Женщина выбежала из лайнера за забытой вещью, а когда возвращалась назад, не прошла повторный осмотр и попала на закрытую территорию. Из-за этого сработал сигнал тревоги. В результате сотни людей должны были покинуть самолет и пройти проверку заново. Многие рейсы пришлось отложить на несколько часов. Искусство среди войны. Молодые художники выставили свои работы в разрушенном арт-районе города Газа, пострадавшим во время бомбардировки в субботу. Полотна повесили прямо на полуразрушенных стенах. Так молодые люди решили выразить протест против военных действий. Художники говорят, им очень жаль, что этот культурный район сравняли с землей. Но никакие разрушения не остановят искусство. Барак Обама вернулся на землю предков. 44-й президент США приехал в Кению, где родился его отец. Это его первый визит в страну после того, как он покинул пост президента. Обама встретился с президентом Кении Угуру Книята. Но главная цель поездки – помочь своей сестре Ауме. Она решила открыть спортивно-тренировочный центр для детей в городке, где жила родня Обамы. Это все новости на сегодня. Легкая и удачная нам всем неделя. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова